Это очень большая проблема. Чтобы были там медицинские работники. Все это мы сделали. Но сама проблема не уходит до того, чтобы как бы не создавали мы условия. Причины? Причины до сих пор не установлены. Я, в общем-то, без сомнения для себя принял решение, когда еще первый раз был, я принял решение такое, что надо людей оттуда переселять. Во-первых, это депрессивное, так скажем, село. Там рядом находится Красногорск. Красногорска уже переселили практически 220 семей. Это в течение 4-5 лет. Там осталось еще в Красногорске тоже 83 семьи. Но они, в принципе, находятся на одной территории. 223 семьи сейчас осталось у нас в Калачах. Из них 106 детей. И вот когда я встречался с людьми, я уже третий-четвертый раз, я им сказал, что мы должны вас переселить. Ну, неоднозначная, конечно, была реакция наших всех людей. Но в большей мере процентов 70 были согласны. Первое, что мы должны сделать, мы оттуда должны забрать детей. То есть семьи, которые с детьми, мы должны переселить в первую очередь. Для того, чтобы начать переселение, для этого необходимы немалые деньги. Мы предварительно посчитали, на это все необходимо будет где-то в пределах 2 миллиарда тенге. Ну и ждать-то, в общем-то, нет смысла, потому что можно будет производить переселение только, скажем, если деньги выделят, это во второй половине 2015 года. Мы им объявили, что это будет 2015-2016 год. Но мной принято сейчас решение, я перегорел с многими хост-субъектами, которые могли бы помочь по переселению людей с калачей. Первое, это вот те люди, которые имеют детей, семьи, которые имеют детей, они, как правило, работоспособны. Поэтому есть договоренность уже с некоторыми хост-субъектами, которые этих людей будут забирать. Думаю, что многие пойдут на то, что, может быть, даже приобрести квартиры. Поэтому, я полагаю так, в первом полугодии, максимум через 7 месяцев, мы всех детей оттуда заберем. Семьи, с детьми вернее. Затем будем предлагать квартиры, будем также переселять и в районный центр, будем переселять в Державинку, где мы восстанавливаем сейчас 2 75-квартирных дома. Там уже 5 восстановлено, еще будем 2 восстанавливать. Будем предлагать и красногорцам, и жителям поселка Калачей. Но я думаю, что последняя наша беседа показывает, что не все настроены оттуда переезжать. Особенно пенсионеры. Поэтому мы будем с ними работать и максимально будем предоставлять приемлемые жилищные условия, чтобы они могли переехать.